Книгу Нурсултана Назарбаева «Эра независимости» презентовали сегодня в Астане. Работа президента посвящена становлению государства за последние 26 лет. Книга отображает новейшую историю республики. С изданием успели ознакомиться некоторые участники презентации. Иван Тулина выслушал впечатление от книги. Новая работа Нурсултана Назарбаева получила название «Эра независимости». Книга написана в жанре публицистики. Президент делится своим взглядом на новейшую историю Казахстана, а также будущее страны. В предисловии написано, что книга посвящена народу, который всегда оказывал поддержку и уверенно идет в будущее своим собственным казахстанским путем. Я со всей уверенностью могу сказать, что предлагаемая вам сегодня книга нашего президента это является энциклопедией нашей независимости. Она охватывает все стороны нашей жизни от политической, экономической до духовной модернизации. Все основные моменты трех модернизаций нашей страны с мнениями, глубокими анализами главы нашего государства, основателя нашего государства, приведены именно в этой книге. В книге можно проследить хронологию развития страны. Читатели отмечают, как в первые годы независимости Казахстана удалось избежать судьбы среднеазиатских Балкан, которую пророчили мировые державы. По мнению представителя АНК Леонида Прокопенко, одну из главных ролей в этом сыграла Ассамблея народа Казахстана, созданная в 1995 году. Она сразу сыграла и показала свой стабилизирующий потенциал. Вы помните, 1995 год. Это время тяжелого политического кризиса, когда в стране не было парламента. И именно тогда Ассамблея народа Казахстана инициировала проведение двух референдумов, на одном из которых была принята новая конституция, по которой мы с вами сейчас и живем, а на второй были продлены полномочия главы государства до 1 декабря 2000 года, когда он и провел самые кардинальные экономические и социальные реформы, построившие новый Казахстан. Стремление Казахстана выстраивать многовекторную политику, участвовать во всех глобальных инициативах, а также задавать мировые тренды, также получило отражение в эре независимости. С 1993 года, с момента саммита в Ташкенте, на котором было по инициативе нашего президента принято общее идентификационное определение нашего региона, вместо Советского Средней Азии Казахстан, Центральной Азии, с этого промежутка времени, с этого периода, последовательно Казахстан продвигал кооперационную модель взаимоотношений со странами Центральной Азии. Были периоды спада, подъема, и тем не менее, спустя 26 лет после этого получения независимости, мы можем твердо и уверенно сказать, что данная кооперационная и интеграционная стратегия прошла испытанием времени. Повествование делится на четыре периода. Рождение государства — великое преодоление. В этой части говорится о старте второй модернизации Казахстана. На крутом подъеме, который охватывает начало нулевых и состоявшееся государство с 2010 по нынешнее время. В этом разделе значительная часть посвящена стратегии «Казахстан-2050», в которой стоит цель войти в топ-30 самых успешных государств мира. Однако в 2014-2016 годах стране пришлось столкнуться с мировыми кризисными явлениями. Президент подробно рассказывает, как в этот момент государство адаптировалось под сложившиеся условия. Начала формироваться новая глобальная реальность, и в ответ на эти глобальные вызовы и угрозы были приняты антикризисный план масштабных инфраструктурных работ Нурлужов, а также были объявлены пять институциональных реформ по укреплению государства в этот сложнейший период. Всего за три года страна адаптировалась к новой глобальной реальности, восстановив экономический рост уже к концу 2016 года. Становление и создание Казахстана написаны в хронологическом порядке. Нурсултан Назарбаев делит на три этапа модернизацию страны. Он подробно описывает развитие каждой сферы отдельно. С помощью этой книги можно увидеть, как возникали проблемы и какой титанический труд и опыт были использованы для их решения. С середины 2010-х годов стала для казахстанской системы образования новым этапом модернизации, отмечает президент. Тогда был изменен профильный закон, который обеспечил переход к новому школьному образованию, дуальному обучению, право на бесплатное получение перворабочей специальности, независимую аккредитацию колледжей и вузов. К слову, этой теме и был посвящен комментарий ныне депутата Сената, а в прошлом ректора и министра образования Бакаджана Жумагулова. Он один из первых, изучивший книгу президента. За годы независимости в Казахстане выстроена фактически новая система образования науки. Существенно пополнена ее материальная база, особенно в дошкольном среднем образовании. Об этом весьма подробно говорится в книге. Благодаря уникальной программе Балашах более 12 тысяч наших талантливых молодых людей получили образование в лучших университетах мира. В стране создана и развивается сеть институтальных школ, профессионально-технических лицеев и университетов мирового уровня. Во-первых, как можно скорее эту книгу необходимо ввести в учебный план. Ее должны предложить студентам университетов, ученикам школ. Во-вторых, нужно перевести это издание на официальные языки ООН, тем самым представив всему миру. Также, используя высокие технологии, нужно афишировать и цифровые версии. Считаю, что мы должны проводить культурные и политические события, посвященные эре независимости Нурсултана Назарбаева. По мнению тех, кто прочел книгу, главы государства отмечают, что она поможет лучше узнать и понять историю первых десятилетий независимости страны, а также увидеть подробное изложение будущего Казахстана. В завершении книги Нурсултан Назарбаев перечисляет 33 главных результата государства, а в послесловии выражает уверенность, что нормой жизни каждого должны быть широкие знания, самоотверженный труд и постоянное самосовершенствование. А завершается книга словами, которой уже можно назвать ее главным девизом. «Великая история рождает великое будущее». Иван Тулинов, Жандос Битабаров, Хабар, 24, Астана.